Добрый день, меня зовут Алексей. Я программист в компании Resonate. Возможно, вы ее знаете как DeepCock Lab. Я коротко расскажу про основы глубокого обучения, расскажу про градиентный спуск, как делать backprop и немножко про примеры сетей. Начнем с перцептрона и плавно переключимся на северные сети. Я не буду рассказывать исторический, не буду давать исторический экскурс, про нейро- и биоаналогии не буду рассказывать и про философию, почему она работает или почему она не работает, я тоже рассказывать не буду. Но вы можете спросить, если что. Положим, у нас есть какая-нибудь простая задачка. У нас есть данные, это вектора, вот X и T, и разметка Y. У нас есть модель, которая зависит от пачки параметров V, и мы хотим оптимизировать эти параметры так, чтобы модель была полезной. Для этого мы хотим минимизировать функцию ошибки. И задачу эту решаем градиентным спуском. Пишем функцию ошибки как функцию от весов, и считаем градиенты и спускаемся. В большинстве задач у нас датасеты настолько большие, что каждый шаг обходится довольно дорого. Мы не можем по всему датасету пройтись и посчитать вот это вот слагаемое. Поэтому мы приближаем градиенты функции ошибки разными способами. Один из хороших вариантов — это стахастический градиентный спуск. Мы случайным образом достаем из обучающей выборки примеры, вычисляем градиенты и применяем их. Но на практике в последнее время под названием стахастический градиентный спуск обычно подразумевают мини-батчевую реализацию, когда мы достаем не один пример, а целую пачку мини-батч. Ну или батч. Р — это регуляризационный член. Мы хотим, чтобы наши веса были как-то ограничены. Если вы помните первые занятия, первые лекции от ОДС на Хабре, там в линейных модельках регуляризация была просто обязательной штукой. Значит, вот мы посчитали градиенты и хотим их применить. Для этого просто все веса собираем в вектор, умножаем на маленькое число полученные градиенты и прибавляем. В случае с линейной моделью это достаточно просто. Градиенты вычисляются численные или аналитические. Но что делать, если у нас моделька на самом деле сложная? Мы хотим построить нашу модель, чтобы она была модульной. И модули умели как делать… Мы хотим, чтобы модули выдавали нам полезную информацию при прохождении в одну сторону, и чтобы они выдавали градиенты при прохождении в другую сторону. Значит, всю нашу модель мы соберем из таких вот блоков. x, y – это какие-то параметры, f – какая-нибудь функция активации, и z – это выход этого модуля. Значит, мы соберем вычисленную модель, прогоним данные в одну сторону, посчитаем ошибку, и хотим разлить градиент. Тут нам помогает замечательная штука, называется backpropagation. Обратное распространение ошибки. Во время прямого прохода мы в каждом таком узле сохраняем частные производные выхода по входу. И когда на такую ячейку возвращается градиент, вот это вот D, L, P, D, Z, мы можем посчитать… Мы можем посчитать такие же градиенты, как нам пришел на эту ноду снаружи. Мы можем посчитать для всех последующих узлов в графе такой же градиент, и у нас получится такой рекурсивный алгоритм. По-английски эта штука называется chain rule, по-русски производная сложная функция. Мы, по сути, берем и вот ее используем. Вот эти производные считаются аналитические, и они посчитаны для всех нелинейных функций, которые используются для всех модулей, которые мы используем в сети. Их можно было посчитать численно, но это непрактично. Как выглядит backprop вот на таком вычислительном графе? У нас есть большое количество нод, между ними какие-то пути. Вот этот граф вычислений, он ациклический, то есть в нем не должно быть циклов, и он направленный. Каждая нода в этом графе должна уметь делать прямой проход, как по входам посчитать выход с этого узла. И обратный проход, как на пришедший градиент с выхода посчитать градиенты для входов. Чтобы такой граф работал, мы берем, сортируем вершины топологической сортировкой. Это такая сортировка, которая гарантирует, что мы не будем вычислять узел в этом графе, пока все его входы не будут просчитаны. Считаем до конца, считаем ошибку, считаем его градиент и разливаем обратно по графу, сортированному в обратном порядке. И вот теперь мы для каждого веса, который у нас есть в модельке, веса у нас сосредоточены, скажем, в узлах, смогли посчитать градиент. Можно его применять. Вариантов, как применить полученный градиент, достаточно много. Вот на прошлых слайдах я говорил про градиентный спуск. Мы просто берем, считаем градиенты, умножаем их на маленькое число и прибавляем. Но можно смотреть на эту задачу, как можно рассмотреть физическую аналогию этой задачи. В многомерном пространстве есть точка, которая под действием сил куда-то движется, к минимуму энергии. Из этой аналогии следует, что можно попытаться как-то оптимизировать этот процесс. Например, не оптимизировать, а усложнить, сделать его устойчивым к каким-нибудь проблемам. Например, можно добавить инерцию. У нас есть точка в многомерном пространстве, под действием сил она набирает скорость и движется, несмотря на то, что происходит, несмотря на то, какой сигнал пришел с конкретного батча. Такой мета оптимизации называется моментум градиентный десант. У нас величины, к весам мы изменяем на величину апдейтов. Апдейты можно читать по-разному. В частности, сглаживаются апдейты. Методов оптимизации реально очень много, и только методов первого порядка целый ряд наверняка вы слышали, хотя бы некоторые из этих названий. Сглаживание, RMS-проб, ADAM и все остальное. Возникает вопрос, какой оптимизатор выбирать. На самом деле, можно на этот счет слишком сильно не заморачиваться. Если моделька хорошая, она, скорее всего, будет работать с любым правильно приготовленным оптимизатором. Изобретать свой велосипед в оптимизаторах можно, но на самом деле не очень нужно. Градиентный десант, стахотический градиентный спуск, который есть в большинстве пакетов, работает нормально. И ADAM работает нормально. В общем, все оптимизаторы, которые есть в стандартных пакетах, они работают хорошо. Рассмотрим теперь, собственно, модельку какую-нибудь. Вот, например, мы начали с линейной модели. У нас есть вектор признаков и есть матричка весов. И мы их перемножаем, вычисляем функцию активации, какую-нибудь нелинейную функцию и получаем выход. Мы можем взять и добавить еще таких операций. Умножение на матрицу и вычисление какой-нибудь нелинейности. Получатся у нас такие вот слои. Вот, скажем, на входе у нас 1000 чисел. Мы умножаем на матричку. Ну, на самом деле, матричку умножаем на вектор матричным умножением. Получаем промежуточное состояние, тензор с промежуточным состоянием, где там 100 элементов. Делаем еще одно умножение, получаем вектор из 10 элементов и, скажем, это наша цель. Вот, мы ее сравниваем с правильным ответом и разливаем ошибку. По факту сейчас слои в любом фриворке собирать… Ну, сетку довольно сложную можно собрать очень легко. И само понятие слоев, оно на самом деле немножко такое условное. Сейчас под слоем часто называют и матричное умножение какое-нибудь, и нелинейность, и еще dropout, и еще какие-то методы регуляризации. А всякие сложные сетки их собирают из блоков, которые собраны из кучи слоев. На прошлой картинке было… Нам не хватало, собственно… Чтобы перцептрон работал, нам нужны, кроме матричных умножений, еще функции активации, нелинейные функции. Их стандартно… Их очень много, и люди для разных целей используют разные. Но есть некоторые стандартные. Сигмоида, как правило, ее применяют в конце, потому что она дает нормированную величину, которая похожа на вероятность. Tangens и Relu как нелинейная функция, которая не насыщается. Про насыщение я вот скоро расскажу. И есть всякие разные модификации. На самом деле можно учить сетки с нелинейностями даже типа модуль X. То есть вот такая штука. И они будут учиться. Как правило, на выходе из сети ставят какую-нибудь сигмоиду, а внутри применяют какие-то другие функции активации, тангенс, Relu или вот их модификации. С какими проблемами обычно сталкиваются, когда начинают учить сетки? Это не только про перцептрон, это про вообще сети. Но, скажем, мультиколлинеарность – это про перцептрон. Этот недостаток вы, наверное, встречали еще при… когда делали домашку по линейной регрессии. Если у нас в признаках каких-нибудь координатах есть линейная зависимость, это может привести к тому, что веса в модели будут неограниченно расти. Вообще, когда сетку не заставлять что-нибудь делать, она, скорее всего, этого делать не будет. Веса будут расти, если мы их не будем ограничивать. Состояния будут размазаны по всем размерностям, если мы не будем просить их спарсными быть и так далее. Еще одна проблема, с которой мы столкнемся – это переобучение. Обычно на графиках это выглядит примерно так. У нас какая-нибудь характеристика растет на тренировочной выборке, а на валидационной не растет и даже падает. Когда мы не переобучаемся или переобучаемся слабо, они, как правило, идут вместе. Если мы сильно переобучаемся, ошибка на валидационной выборке не имеет ничего общего с ошибкой на тренировочной. И довольно часто мы сталкиваемся с тем, что сетка сходится медленно. Как правило, это возникает из-за того, что мы плохо придумали архитектуру или что-нибудь забыли. Например, мы не нормировали входы. К чему это приводит? Вот у нас есть какая-нибудь матрица и есть, скажем, сырая картинка, где значение от 0 до 155. Мы умножаем эти числа на случайные числа, на веса в матрице и получаем величины довольно большие. И функция активации, которая стоит сразу после вот этого преобразования, точку мы получаем где-нибудь, где функция активации выходит на плато. Чем плохие функции активации с насыщением? Тем, что если мы попали в какую-нибудь такую точку, здесь производная маленькая, и градиент не потечет, и веса не будут быстро обучаться. В итоге мы теряем время, а сетка у нас не учится, градиенты в ней не текут. Как с этим борются? Смотрят внимательно на входы, картинки нормируют, численные признаки тоже нормируют, или используют такую технику, как бач-норм. Про нее я расскажу чуть позже. Чтобы бороться с переобучением, с мультиклинированностью и всем остальным, хорошо подходит регуляризация. L2 — это дополнительное слагаемое в функции ошибки, куда входит с небольшим весом квадрат всех весов или квадрат весов какой-нибудь матрички. И правильная инициализация. Очень часто в примерах каким-нибудь фрейворкам задача начинается с того, что функцию веса инициализируется каким-нибудь таким ручным инициализатором, скажем, случайными числами, нормально распределенными или даже равномерно распределенными от нуля до единицы. Проблема в том, что когда мы берем такой пример, мы обычно меняем размеры и у нас все ломается. То есть на маленьких размерах матрица все работает. Когда мы увеличили вход, начали что-то делать, ничего не работает. Проблема в том, что такая начальная инициализация плохая, потому что у нас много точек оказывается где-нибудь вот в области, где последующая функция активации вышла на плато. Вот. Как правило, в высокоруниевых фреймворках есть встроенный инициализатор, который смотрит на количество входов, количество выходов и есть хорошая юристика, которая позволяет правильно выбрать размах для генерации случайных чисел. Поэтому внимательно смотрите, чтобы ваш фреймворк не инициализировался нулями, как, например, PyTorch, если вдруг кто балуется. Во всех остальных, как правило, ну, TensorFlow, Keras, все остальное, там, как правило, инициализатор встроенный есть. Если вы его специально там не изменили, все будет хорошо. Теперь про бачнормы и dropout. Бачнормы – это замечательная штука. Мы берем наши сэмплы в мини-батче и считаем среднее и стандартное отклонение и нормируем вход. В итоге у нас получается такая, такое, что мы можем на вход в сети подавать сырые картинки, но если там есть dropout перед, бачнорм перед вычислениями, все будет хорошо. Он сам вычтит среднее, отнормирует на разброс. В бачнорме, у бачнорма есть довольно много реализаций, и там, как правило, после того, как мы убрали среднее и разброс, там, как правило, есть обучаемые параметры, к какому среднему и какому разбросу нужно привести промежуточное состояние. Ну, тензор. Теперь про dropout. Dropout – это тоже хорошая техника. Она как раз для полносвязных слоев хорошо работает. Мы берем и случайным образом для каждого сэмпла какую-то часть координат обнуляем. То есть у нас ответ должен получаться из какого-то случайного подмножества весов, которые есть вот в многослойном перецептроне. Dropout – это хорошая вещь. Единственное, чтобы подобрать, нужно подбирать величины. Величину dropout. То есть вероятность, с которой мы дропнем какую-то долю координат в тензоре. Вот есть такой замечательный пример. Мнист. Наверняка его вы ковыряли в домашках. Этот пример, его можно решать даже перецептроном. Мы берем картинку. Это матрица квадратная. Мы делаем из нее вектор и через MLP пропускаем, предсказываем. У нас получаются нормальные результаты. Но мы, когда смотрим на эту задачу, мы понимаем, что человек цифру узнает, даже если она немножко сдвинута. Сам низ состоит из отцентрованных и отскеленных циферок. Поэтому перецептрон учился на таких хороших примерах. Что делать, если на вход в реальные задачи нам будут подавать смещенные цифры? Наш перецептрон развалится. Он таких примеров не видел. Если еще цифры будут повернуты или еще что-нибудь такое, он работать не будет. Как с этим бороться? Как вообще бороться с тем, что мы знаем что-то о данных, мы знаем, что они не меняются, если взять их немножко сдвинуть во входном тензоре. Можно попробовать учить сеть с агументациями. Мы берем входной какой-нибудь сэмпл, с ним делаем какие-то преобразования и сетку учим на случайно преобразованных данных. Так мы столкнемся с тем, что у перецептрона нам не хватает весов. Мы будем его усложнять, будем агументировать, и в целом это довольно сложная процедура, но так можно, в принципе, подходить к задачам. Что если мы не будем агументировать данные, а попробуем в сеть добавить элементов, которые инвариантны к таким вот преобразованиям? Например, к сдвигам. Мы возьмем тензор, возьмем патч, маленькое окошко, которое бегает по данным, в данном случае по картинке, и применяет MLP вот к той маленькой части, которая попала в окно. Так получаются новые слои, которые называются свертками. Также можно делать пулинги. Свертка работает следующим образом. Мы берем, выделяем патч, умножаем на матрицу фильтра и получаем значение точки в выходном тензоре. Сдвигаем, получаем значение, сдвигаем окно и получаем значение в соседней точке. В пулинге там нет сверток, там есть, например, average пулинг. Мы берем и усредняем значение точек, которые попали в окно. И здесь пишем среднее. И, например, max пулинг. Мы берем и считаем максимальное. Максимальное значение и пишем его в ответ. Теперь поговорим про тензоры. Наверняка здесь есть люди, которых математическое образование или которые хорошо помнят ленинную алгебру и тензорную арифметику, еще что-нибудь такое. Наверняка вспоминается суммирование по повторяющимся индексам, ковариантные, контравариантные компоненты, всякое такое. В машинном обучении и конкретно в глубоком обучении тензор — это просто коробка с числами определенной размерности. Как правило, мы работаем с четырехмерными такими тензорами. Есть координаты, отвечающие за номер сэмпла в батче, есть пространственные координаты, пространственные размерности и есть цветовые размерности, каналы. Порядок может меняться в разных фреймворках или для разных функций. Популярные, например, сначала бач-сайз, пространственные компоненты и цветовые. Еще один популярный вариант — бач-сайз, цвета и после этого пространственные компоненты. Если мы работаем не с картинками, а с какими-нибудь другими данными, например, с последовательностями, с текстами или еще с чем-нибудь, там примерно похожая ситуация. Есть батч, есть пространственные компоненты и размерность цветов, ну, количество каналов. Как правило, под капотом оно все равно преобразуется для некоторых операций вот в такой же формат, просто одна из размерностей оказывается вырожденной. Там один элемент. Как устроены свертки обычные? Кто-нибудь пользовался сверточными сетями? Кто-нибудь сам писал? Хорошо. Как правило, в высоковровневых фреймворках вы задаете слой, говорите, я хочу 16 сверток с размерами 3 на 3 и шагом 1, и хочу, чтобы размер выходного тензора был такой же, как размер входного. Эти все параметры, как правило, где-нибудь описаны в конструкторе и как они выглядят вот физически, так сказать. Количество фильтров, значит, у нас на вход, на свертку приходит такой тензор, такая коробка с числами. Батчи, пространственные компоненты и количество цветов. Фильтр — это другая коробка с числами, у нее три размерности, две пространственных и цвета. На выходе каждый фильтр дает тензор с возможно измененными пространственными размерностями и одним каналом. Когда мы говорим, что мы хотим количество фильтров сделать 16, это независимые фильтры, и у нас здесь на выходе из такого слоя получится 16 каналов. Но они друг с другом, как правило, не связаны. Размер фильтра — это то, сколько пикселей заметается окном по каждой из пространственных координат. Вот тут, например, свертка 3х3. Страйды — это шаг, с каким шагом свертка ходит по входному тензору. Вот по одной координате на этой иллюстрации страйд 1, то есть она подряд ходит. По другой координате страйд 2. То есть она перескакивает. Есть еще важный параметр. Он в разных фреймворках называется по-разному. Padding или boundary. Там вы можете увидеть такое слово same или valid. Same означает, что наш входной тензор будет расширен нулями или еще какими-то числами, так, чтобы на выходе после этой свертки получился тензор того же размера. Valid означает, что у нас свертка будет работать в правильном режиме и никаких нулей не будет. Все компоненты, все пиксели, которые есть, будут свернуты в одинаковых, в одном и том же режиме. Там не будет добавлено нулей каких-то. Часто можно видеть в статьях такую вещь, как размеры сверток. Все наверняка видели convolution 3 на 3, 1 на 3. Кто-нибудь сталкивался с convolution 1 на 1? Кто пользовался свертками? Вы знаете, что это значит? Хорошо. Ну не совсем. Эта вещь, она… На самом деле все свертки, на этой картинке только про пространственные координаты речь идет. А у нас есть еще сколько-то каналов. У нас целая пачка таких тензоров. В пространственных мы ходим таким окном, но вот эта вот коробка с числами, она берет и прошивает все цвета. По цветам это полносвязный слой. Это приводит к тому, что имеет смысл иногда делать свертки 1 на 1. Что это такое? Это окошко, которое заметает каждый пиксель, но прошивает все цвета. Оно, например, может делать цветовое преобразование, уменьшать количество цветов, увеличивать количество цветов. Ну это картиночное такое. На самом деле там не цвета, но… Что значит прошивая все цвета? Вот у нас есть коробка с числами. Батч сайз один размер, другой размер, и цвета. Мы берем свертку 1 на 1. Это штука, у которой здесь 1, 1 и еще на количество каналов. Ну скажем, пускай у нас было три цвета. Свертка 1 на 1 будет выглядеть так. Это будет просто три числа. 1, 1, 3. То есть мы берем средний вариант цвета? Не обязательно средний. Там может быть разница, там еще что-нибудь такое. Это взвешенная сумма цветов. Да. Мы таких цветов, ну, количество фильтров можем взять большое и из трех цветов сделать много или из трех цветов сделать один. Это так работает. Поэтому, когда вы видите в статьях свертки 1 на 1, не пугайтесь, это просто изменение цветов. есть еще разные виды сверток, например, дырявые свертки делейтед или атрос. Кто-нибудь сталкивался с ними? Они некоторое время назад стали очень популярны в связи с задачами сегментации, а еще может быть кто-то слышал про вейфнет, байтнет. это модели, которые умеют генерить музыку, тексты, все остальное, сверточные модели. О чем идет речь? Речь идет о том, что необязательно брать окном, заметать соседние пиксели. Можно это делать на некотором расстоянии. То есть у нас для того, чтобы перемножить матрички, числа достаются вот такой вот решеткой. Зачем это нужно? Если комбинировать вот такие дырявые свертки с обычными свертками, мы можем очень быстро увеличивать рецептивное поле. Это рецептивное поле, если мы смотрим на итоговую картинку, рецептивное поле это то, сколько пикселей начального изображения поучаствовало в том, чтобы получить вот это вот значение. Ну, такой формальный критерий, но для задачи сегментации он очень важен. Или для задач генерации текста или музыки. это можно делать и без дырявых сверток, но тогда нужно довольно много слоев, чтобы рецептивное поле разрасталось. Есть еще один вид свертки, кто-то, наверное, слышал, separable. Это такие свертки, которые не прошивают каналы. То есть на выходе из separable свертки там размер фильтра другой. Там только пространственные компоненты и все. такие свертки нужны, например, на входах в сетку для обработки картинок. Мы экономим веса, но делаем какие-то преобразования, например, грани выделяем и все такое. Теперь про пуллинг. Наверняка что делает пуллинг? Вот есть у нас пуллингов выделяется, в общем-то, два типа. Обычный special пуллинг это по пространственным координатам. Average, Max, может быть, еще какой-нибудь. Вы можете любую, в принципе, функцию использовать для того, чтобы посчитать пуллинг. На вход приходит вот картинка. По этой картинке бегает окно определенного размера. И на выходе у нас получается тоже картинка с тем же количеством цветов, но, возможно, изменившимся размером. Есть другой вариант пуллинга, он называется Global Pooling. Global Average Pooling, Global Max Pooling, ну, вот, всякие прочие названия. В принципе, вы можете тоже использовать любую функцию. О чем идет речь? Мы берем и тут нет окна, мы берем и считаем среднее или максимальное значение в каждом канале по всем пространственным координатам. Зачем это нужно? Затем, что это позволяет нам делать сетку, которая инвариантна к размеру входной картинки. Мы, скажем, тренили на картинках одного размера. Где-то в сети есть, там свертки были, свертки нечувствительны к размеру в принципе. Ну, разве что, если маленькую картинку подали, а там были слои с уменьшением размеров, тогда да. Но если все свертки работали так, что размера входной картинки хватило, у нас получится какой-то тензор с произвольным размером по горизонтали и по вертикали. Если мы применим такую операцию, нам из тензоров разных размеров будет получаться тензор фиксированного размера. Зачем это нужно? Затем, что вы, например, решаете задачу классификации и взяли какую-нибудь перетренированную сетку. А ваши картинки, которые вам потом дают, они другие, другого размера, например, или еще что-нибудь. Ничего страшного, если сетка у вас с global average pooling, ну, или с глобальным pooling, она будет работать. Ну, есть картинки, конечно, похожи. Ну, вот, как-то так. Это я к тому, какие бывают названия. Во всех фрейборках это примерно одинаково, только, может быть, они работают примерно одинаково, только, возможно, называются по-разному. А теперь вообще, как все это устроено. Предположим, у нас есть какие-нибудь картинки, это тот же мнист или что-нибудь более сложное и задача классификации, например. Мы сначала делаем сетку со свертками, с pooling, потом глобальный и млп применяем. Млп нужен для того, чтобы из признаков получить предсказание, что это. Это, если задача действительно простая. Можете попробовать. Кстати, сейчас идет KagglePlanet. Это довольно хорошая задачка в плане того, что там картинки уже нарезаны, их не очень много и не очень мало, их можно ресайзить. Нужно предсказывать теги облачно, какие-то постройки, что-то еще. Задачка, в принципе, нормальная и там на сетках можно очень быстро начать что-то решать. Если у вас задача сложная, нет данных или они еще не размечены или еще что-то такое, имеет смысл пробовать другой подход. Во всех фреймворках сейчас есть такая штука как ZOO зоопарк. Это уже готовые модельки, часто с притренинными весами. Вы просто берете такую модель, убеждаетесь, что она вам подходит, ну скажем, она на вход принимает картинки RGB, нужно картинки RGB подавать. Ну то есть, если у вас серые картинки Griscale, то вы уже не можете ее воспользоваться, но можно что-то придумать. Берете готовую сеть с притренинными весами, пробуйте ее, смотрите, какие фичи она вам излечет. Возможно, fine-tunity ее, это переобучаете вот этот MLP, который на выходе из сети стоит. Возможно, упрощаете сетку, выкидывая лишние блоки, но может быть оставляю веса. Вот так. Да, конечно. Вот, например, у нас там есть сверт, пулем, да, MLP. Получается, мы веса будем, когда он обучает только MLP, или у сверток и пулем на то, MLP? В какой момент? Время обучения. Когда вот fine-tunium сетку или когда с самого начала? До самого начала. Все учим. Все учим. Тоже, ты же самому делаешь? Да, да, да. Вот тот подход, который мы описывали про прямой проход, про обратный с топологической сортировкой, он, в принципе, работает для всего. Нам единственное, что для сверток, для каких-то пулингов нужно самостоятельно написать, нам не нужно, это уже написано, но операции взятия производной, как градиент потека, они немножко сложнее делаются. Но делаются. У вас не очень понятный был переход от перцептрона к сверткам. Давайте с микрофоном попробуем вопросы. Хорошо. Может, просто не успел схватить, но у вас не очень понятный был переход от перцептрона к сверткам. У вас, потому что… И вот я не очень понял, почему вы показывали перцептрон на несколько уровней. Насколько я помню, перцептрон, это классический перцептрон, это вроде бы с одним уровнем. Перцептрон, мультилейер, перцептрон, просто какая-то модель на полнослесных слоях. Произвольное количество слоев. Просто перцептрон у нас большой может быть, а свертка, ну, вот вы показывали там 3 на 3, да, там максимум. Свертки могут быть действительно большими, это ничего страшного, она может быть такого же размера, как все входное, только это будет работать не так. В чем суть вот этого перехода, зачем я это показал? Затем, что у нас, скажем, есть задача, и мы знаем, что в этой задаче данные такие, что они обладают инвариантностью к поворотам, к сдвигам, еще что-нибудь. Вот минист, это хорошая задача в этом плане. Мы можем цифру сдвинуть чуть-чуть, чтобы она не выходила за пределы вот этого вот окошечка. Человек отличит, это для него будет точно такая же цифра, ничего не изменилось. А перцептрон, ну, сетка на полнослесных слоях скорее всего сломается, если мы ее не тренили в таком режиме, потому что она тренировалась на оцентрированных цифрах. Как только мы начали подавать на вход что-нибудь нецентрованное, она сломается. Как этого избежать? Или при тренировке делать такие искажения? Это понятно, но у нас перцептрон-то был большой, а свертку показывать она маленькая. Их много, их можно много-много-много настакать, все нормально будет. Свертка – это такой элемент, который инвариантен вот к таким вот штукам. Если сеть состоит из сверток, ну, из сверточных слоев, ну, там, по крайней мере, часть сети, то все, что она извлечет, вот эта часть сети, оно будет инвариантно вот к таким же искажениям, которым инвариантна свертка. То есть цифра двигается, а признаки практически не меняются, которые извлекает вот такая сверточная сеть. Это, ну, вот такой переход, как зачем могут придумываться новые слои, например, или там новые подходы. Есть еще вопросы, коллеги? Спасибо за докласса. Вопрос такой. Довольно, на самом деле, сложная подготовка данных нужна и тюнинг параметров. А в каких вообще случаях оправданно использовать там нейронные сети? Браться за них в третью очередь или в первую, или в десятую? А какая у вас задача? Ну, допустим, бинарная классификация, и это не картинки, а там, не знаю, какие-нибудь использователи с их различными параметрами поведения? Десятая очередь или первая? Ну, на самом деле, сейчас есть настолько высокого уровня обертки, что вы даже можете не догадываться, что внутри работает. Там деревья, там или сетка, или еще что-нибудь такое. Вы просто данные подготовьте и все. Ну, то есть, перейдите в вектора, отнормируйте, и все будет нормально. Да, я вот как раз попробовала буквально вот вчера, получилось ужасно. Я подумала, то ли я плохо готовлю неродные сети, то ли все-таки это нужно пробовать в десятую очередь, поскольку сначала что-то попроще. Ну, всегда нужно начинать с бейзлайна. Если у вас есть хорошее, простое, дешевое решение, обязательно сделайте его в первую очередь. На нем вы будете проверять все остальное и с ним будете сравнивать более сложные модели. Поняла. Спасибо. Еще вопрос везло. Насчет глобал пуллинга. А в чем отличие от простого ресайза? Сейчас. Простой ресайз — это глобал пуллинг. Глобал пуллинг уберет нам все пространственные компоненты и оставит только цветность. Ну, в смысле, у нас была картинка, например, получилось 30 на 30 пикселей, 16 цветов. После глобального пуллинга у нас останется только вот эти вот 16 цветов. Все. Все пространственные компоненты свернулись. Ресайз работает не так. Ресайз работает, ну, скорее как спейшл пуллинг в том плане, что он уменьшает размер пространственных компонентов. Ну, ресайз немножко посложнее, потому что там и фильтрация, какая-то интерполяция. Ну, тогда в чем отличие спейшл от ресайза? То есть для чего вы говорите отдельную сущность? Спейшл обычно просто огрубляет данные и все. А когда вы делаете ресайз, там какая-то фильтрация применяется, чтобы у вас все квадратиками не пошло. Можете применять ресайз, но это дешевая операция и это нормально. Спасибо. У, скажем, Average и Max Pooling есть замечательное свойство в том, что они делают преобразования, которые нырятны к небольшим поворотам. Ну, мы из какого-то квадратика выбираем один пиксель. Если квадратик был немножко повернут, ничего страшного, этот пиксель все равно бы выбрался. Еще вопрос вижу. А скажите, спешл пуллинг, ну, любой пуллинг, он же будет тоже в середине сетки, Сразу после конволюшена. Не обязательно. бывает такое, что их параллельно ставят. Вот скажем. Ну, все равно все в середине сетки будет, да? Получается, сквозь него нужно будет пропустить обратно градиент. Да. Почти. А как это сделать? От Average, от Max? Примерно так же, как от Average все просто. Average это просто сумма. Ну, это да, от Max. От Max градиент потечет только на один элемент. У нас была коробка с числами, мы выбрали максимальный, градиент потечет за него. Понятно. То есть игнорируют остальные, получается, просто. Ну, на самом деле, немножко не так. Там же окно бегает по всему. Для каждого типа окна он будет Max. Для каждого окна потечет, там все соединится, соберется. Есть еще вопросы? Спасибо. А матрицы свертки как выбираются? Размеры вы имеете в виду? Ну, по поводу размеров, я так понимаю, что их все равно можно 3 на 3 свести. Я имею в виду сами свертки. То есть, ну, грубо говоря, там можно делать Average, можно делать там какие-то… А, вы сейчас немножко засмешали. Смотрите, свертки – это одно. Это мы берем и взвешенно что-то делаем с пикселями. А Average и не Average – это другое. Нет, ну, я имею в виду, вот как выбирается, вот, собственно, вот это вот окно. Я имею в виду, вы про пулинг спрашиваете. Average или Max? Нет, нет, нет. Именно вот все. Уже объяснение. Веса, свертки обучаются сами, да? Да, веса обучаются, за них течет градиент и все. Да. Здорово. Про веса, про градиенты, мы можем на самом деле смотреть на веса как на еще один вход вот в ячейку учислительную. Вот F – это может быть там пулинг или свертка или еще что-нибудь, а веса – вот они. И у нас градиент течет как из тензора, которые с данными, так и на веса. Вот так. И еще есть вопросы? Кажется, вопросов больше нет. Или был? Можно не обязательно про картинки спрашивать, можно спросить, например, что-нибудь там еще. Да, вижу. Неожиданный вопрос будет. Можете не отвечать, если стесняетесь. Вы представились как программист, а вы этим на работе занимаетесь или в свободное время? Я разработчик-исследователь, но да, назвался программистом. Я занимаюсь этим на работе. Конкретно картинками я не занимаюсь, но смежная область, да. Есть какое-то продолжение этого вопроса, Юра? Окей, есть еще вопросы, коллеги? Если нет, то мы благодарим Виталия за интересный доклад. Спасибо.